ну что же панове очень скоро свершится то о чем уже давно говорят средства массовой информации украины виктор коваленко с 1 февраля переходит в итальянскую фиорентину бинго шахтер не захотел дожидаться лета когда коваленко становился свободным агентом и решил подсуетиться и срубить бабло что не преступления а даже совсем наоборот выгода для клуба о плюсах такого перехода я уже говорил повторюсь вкратце еще один украинский футболист в одной из сильнейших лих мира это плюс для сборной андрея шевченко в преддверии предстоящего евро так что коваленко быстрейшей адаптации в аталанте желаю а шахтер уверены не заметит потери бойца если сие происходило и после ухода более весомых для донецкого клуба фигур то с уходом коваленко тем паче никаких проблем горняки не испытают благо состав позволяет не замечать такой их потерь продажа игроков в топ клубы или же за приличные деньги это нормальная практика для шахтера теперь про киевская динамо вот кого старший тренер мир чалуческу взял на второй зимний сбор голкиперы бущан бойко не шире от маргун защитники попов шабанов миколенко кензюра сид клей сирота забарный тимчик полузащитники сидорчук цыганков гармаш леднев шапаренко буяльский караваев шепелев андреевский вербич депена дуэлунд едва волошина и нападающие это беседен супряга жерсон-родригес русин иванат в турции динамо запланировала провести пять товарищеских матчей это вперед с 29 января по 8 февраля 2021 года и так 30 января в 16 00 соперник болгарский лудогорец 1 февраля в те же 16 00 динамо тбилиси грузия 4 февраля в 16 00 csk 1948 это как я понял болгарский 7 февраля 16 00 северо-македонская шкендия и последний соперник это белорусский батэ 8 февраля в 10 00 утра ну что ж довольно таки неплохие соперники для подготовки к решающим поединком плей-офф лиги европы по возможности буду делиться своими впечатлениями про динамовские товарняки если выпадет время их посмотреть с вами был саныч до новых встреч